Квартирные кражи, грабежи, угоны автомобилей, хищение сотовых телефонов и даже продовольственных запасов из сараев. Такой была прошедшая неделя по статистике полиции. Не уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Более того, как было отмечено на утренней планерке, шестеро автолюбителей повторно сели за руль своих машин в нетрезвом состоянии. За это им уже не избежать уголовного наказания. К сведению всех собравшихся руководителей организаций и городских служб прозвучала информация о тех изменениях, которые вступили в силу совсем недавно в части предоставления социальной поддержки ветеранам труда. С 1 января 2016 года вводится ряд изменений в систему выплат, субсидий и предоставлений им льгот. Кстати, изменения коснутся только тех, кто приобретет статус ветерана труда после Нового года. Те, кто уже получают социальную поддержку, могут не тревожиться. Для них все условия останутся прежними, объяснила руководитель управления социальной защиты. Получить же полный пакет льгот теперь смогут лишь все ветераны-трудачей. Ежемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей. Актуальным стало обращение со стороны госпожнодзора ко всем собравшимся по поводу мер пожарной безопасности, дни празднования Нового года. Было рекомендовано провести в своих коллективах инструктаж по правилам обращения с огнем, провести тренировочные занятия по эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.